19.25 в Петербурге. Служба экономического вещания телеканала 100 продолжает свою работу в эфире. Вы смотрите биржевую линию, а значит самое время подводить итоги сегодняшнего торгового дня. Поможет мне это сделать Виталий Кирпичев, специалист биржи Санкт-Петербург. Сейчас он на прямой связи со студией. Приветствую, Виталий. Добрый вечер, Игорь. Итак, сегодня российские торговые площадки отыгрывали вчерашнюю коррекцию, открылись в плюсе. Какие настроения царили во второй половине дня? Позитивная динамика, ценовая на российском фондовом рынке, которую мы наблюдали на открытии торгов, получила свое продолжение благодаря повышению американских фондовых индексов в первые минуты торгов. Также в Греции, по всей видимости, будет все хорошо. Помощь, которая была предложена МВФ в виде кредитов, все-таки будет востребована. В лидерах роста сегодня находятся акции металлургов и горной добычи. Это ГМК «Норильский никель», НЛМК, ММК и ТМК. Также выше всех своих конкурентов по отрасли находятся акции «Газпром». Из голубых фишек отрицательную динамику показали только акции «Сбербанка». Акции нефтедобывающих компаний также сегодня неплохо котировались. Это значит, что коррекция хоть и продолжается, но цены снижаются на нефтяном рынке меньше, чем вчера. Вот в каких ценовых значениях сегодня проходили торги? На данный момент фьючерсы на нефть марки WTI демонстрируют положительную динамику. Цена преодолела уровень 84 доллара за баррель и продолжает расти. Цена июньского фьючерса на диз топлива биржи Санкт-Петербург немного подросла на четверть процента. Объем открытых позиций на этом рынке достиг рекордной величины в 982 контракта. На валютном рынке доллар сегодня продолжает свое укрепление. Вот с какими курсами мы уходим на выходные, Виталий? Ну, начнем с международного рынка. На фоне новости о том, что Греция начинает программу по собственному спасению за счет денег МВФ. Евро значительно укрепилось по отношению к доллару США. Однако укрепление к рублю не получилось. Курс евро на завтра снизился на 30 копеек до 38 рублей 74 копеек. Курс доллара вырос на 15 копеек до 29 рублей 27 копеек. Итак, сегодня в центре внимания мировых и финансовых фондовых рынков оказалось новое обострение ситуации вокруг долгов Греции. Именно эта проблема, по мнению финансового аналитика Михаила Макарова, стала главным дестабилизирующим фактором для бирж в последние дни. Процентные ставки по долгосрочным десятилетним займам греческого правительства дошли до 9%. А ставки по так называемым кредит-дефолт-свопам, то есть процент, сколько нужно заплатить для страхования от риска дефолта этой страны, дошли практически до 6%. Это совершенно нежизнеспособные уровни. И сегодня на встрече Европейского Союза, посвященной этой проблеме, были достигнуты новые договоренности, подтверждающие предыдущее решение о срочном выделении кредитной помощи Греции. Тем не менее, мировые рынки по-прежнему нервничают. Европейская валюта вчера показала новые минимумы многомесячные относительно американского доллара под влиянием этих проблем. Виталий, очень мало времени остается. Тенденция торгов Америки сейчас какая? После выхода позитивной информации о росте продаж на первичном рынке жилья в США, американские фондовые рынки выстрелили наверх. Однако сейчас наблюдаем небольшую коррекцию после роста. Спасибо. Это была программа «Биржевая линия». Увидимся в последних известиях минут через 15.